Как сообщил начальник управления по региональной безопасности Александр Шумов, по вопросу соблюдения в Солнечногорске нового закона проведена большая работа. Получив от глав городских и сельских муниципальных образований список всех имеющихся на их территории и горных заведений, специальная комиссия посетила каждая. Оказалось, что только два из них приведены в порядок в соответствии с законом, а семь игровых точек вообще не были зарегистрированы в налоговых органах. Все руководители объектов и горного бизнеса были уведомлены о том, что администрация оставляет за собой право, в случае не выполнения требований закона, применить соответствующие санкции в соответствии с действующим законодательством России. В Солнечногорске и районе нет тотализаторов букмекерских контор и казино, зато очень распространены игровые автоматы. Всего, по данным правоохранительных органов, их насчитывается 48, 22 расположены в черте города. Стремительно развивается этот бизнес в Андреевке, Поварово и Менделеево. История игровых автоматов берет свое начало еще в XIX веке. Тогда американец Чарльз Фай создал первую слот-машину, которая работала от пятицентовых монет. Название автомат получил громкое – «Колокол Свободи». В России первые игровые аппараты появились в середине 80-х годов XX века. И уже тогда люди понимали, что попасть в зависимость к слот-машинам очень легко. Сейчас возраст основной массы игроманов в пределах от 25 до 34 лет. Но около автоматов часто можно видеть и пожилых людей, и детей. Этот мужчина говорит, что приходит попытать удачу лишь иногда. За несколько лет выигрывал всего пару раз, и то незначительные суммы. К новому закону относятся равнодушно. Другие опрошенные нами солнечногорцы считают данный правовой документ своевременным. Ребенок один раз попробовал, ему понравилось. Он копейку выиграл, и думает, что он выиграет больше. А когда не получается, а где-то деньги брать надо, а где он их возьмет, значит идет на воровство. Сам как бы сижу на этом немного, и в принципе меня это раздражает, но слезть очень тяжело. Согласно новому закону, игорные заведения не могут располагаться в жилых домах, вблизи медицинских, образовательных, физкультурно-оздоровительных учреждений, в зданиях предприятий общественного питания, розничной торговли и ряда других объектов. В законе также предусмотрена минимальная площадь под такие заведения – 80 квадратных метров. Запрещается размещение точек игорного бизнеса и проведение азартных игр или пари вне помещений. Пока в этом отношении Солчногорск далек от совершенства. Советская площадь, территория около авто и железнодорожного вокзалов – вот лишь некоторые места, которые до 22 июля должны быть приведены в соответствии с новым областным законом об игорном бизнесе.